МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Наринмаре возобновить свою работу пункт выдачи лыж. Это станет возможным благодаря финансовой поддержке недропользователей. С обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. С начала года выдано порядка 8 тысяч электронных ветеринаров-сопроводительных документов на мясопродукты, непищевые продукты, животных и корм. Из них более 700 на водные биологические ресурсы. Об этом на очередном заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ненецком округе доложил начальник государственной инспекции по ветеринарии Александр Антонов. Сроки внедрения системы электронной сертификации «Меркурий» на территории Ненецкого округа перенесли с января на 1 июля. Причина этому – низкий уровень готовности хозяйственных объектов округа. Напомню, система создана в целях электронной сертификации товаров и создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. В Ненецком округе на сегодня в системе «Меркурий» зарегистрировано 56 индивидуальных предпринимателей и 166 юридических лиц, в том числе бюджетные учреждения, которые являются конечными потребителями продукции. На сегодняшний день все городские учреждения образования выполняют функции по гашению документов. В сельских, на селенных пунктах с этой работой пока не справляются. Решение осуществляют ветеринарные врачи в ветеринарии участковых и пунктах. По существу гашение могли бы произвести и сами ветеринарные специалисты, просто срок уже окончания оборота продукции до конца он неизвестен. Поэтому объективное право это должно гасить хозяйствующие субъекты. Создателем и оператором Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» является Ростельхознадзор. У окружных ветеринаров с ним уже есть договоренность о работе семейно-родовых общин Малоземельской тундры в этой системе. Ростельхознадзор службы, мы так сказать, что они не смогут в полной мере работать в системе, учитывая их удаленность, учитывая их деятельность оторванную. Тем более, у них производство продукции ощущается в определенный период, буквально неделю-две. В этот период мы ветеринарные специалисты, которые находятся в местах, им закроют и документы будут выданы. То есть в этом случае мы поможем. Яхронные заявки вместо них. Также работники Государственной ветеринарной инспекции по Ненецкому округу с прошлого года проводят обучающие курсы и семинары. После обучения системой Меркурий пользуются 21 хозяйство. Это крупные предприятия, обеспечивающие до 80% производства подконтрольной инспекцией продукции. Кроме этого, в адрес инспекции по ветеринарии поступило обращение от управления Ростельхознадзора, где указано о поступлении партии рыбы на рынок Архангельской области без ветеринарных свидетельств, что может способствовать незаконному обороту данной продукции. Управление Ростельхознадзора считает необходимым поручить Государственной инспекции по ветеринарии НАУ и КУНАУ СБГЖ, что при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы водных и биологических ресурсов и оформлении ветеринарных сопроводительных документов указывать информацию о месте вывода, добычи ВВР. Достоянную информацию о месте вывода, то есть получить исходя из документов, разрешающих добычу ВВР. С целью проверки законности добычи рыбы предлагается обеспечить проведение ежемесячных сверок, сведений об уловах и выданных ветеринарно-сопроводительных документов со стороны ветеринарной инспекции и территориального органа Росрыболовства по Ненецкому округу. Ирина Нежалова, Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ценнейшая порода рыбы – европейская нельма. Что водится в Печоре, может быть исключена из Красной книги. Летом в Ненецкий округ прибудет группа ученых, которым предстоит исследовать ее популяцию. Причина такова – нельмы в Северной реке стало слишком много. Рыба попадается в сети постоянно, и даже один хвост, случайно запутавшийся в поплаве – это уже уголовное наказание. Все подробности в материале Надежды Качеговой. Начнем, пожалуй, с того, каким образом нельма вообще оказалась в списке краснокнижных видов рыб. Изначально европейскую популяцию нельмы, которая водится не только в нашей Печоре, но и в других северных реках, включили в разряд охраняемых ученые Вологодской области. Чуть позже этот вид лососевых занял свою позицию и в Красной книге Российской Федерации. Ну а правила федерального издания распространяют свое действие на все субъекты страны. То есть автоматически нельма перекочевала и в региональную Красную книгу нашего округа, а также Архангельской области и Республики Коми. Правда, ученые Полярного научно-исследовательского института, которые уже лет 50 следят за популяцией нельмы в северных реках, не видят оснований для такой серьезной защиты этого вида. На наш взгляд, никаких оснований для внесения в федеральную Красную книгу. Ни на тот момент, ни тем более на настоящее время нет. И северный филиал Пенро приложил все усилия для того, чтобы нельма попала туда с статусом, вид которому ничего не угрожает. То есть это седьмой статус. Его пришлось изобретать специально нам и утверждать. То есть всего этих статусов шесть. То есть первый это вид, который вообще страшно редок и буквально единичные особи. И до шестого вид, который более или менее себя хорошо чувствует. Житель Тельвиски Павел Канев на реке круглый год. Один из его промысловых участков находится в районе Нарыге, другой – на Голодной Губе. Все чаще и чаще в сети предпринимателя попадается нельма. И даже самый маленький хвост, который случайно окажется в его сетях, может обернуться для рыбака уголовной статьей и лишением лицензии на добычу водных ресурсов. Ее много уже развилось. Ну вот сейчас зимой так не так, а весной она нормально попадает. Получить штраф в пару сотен тысяч рублей, а то и вовсе реальный срок в несколько лет, совсем не хочется и Антону Семяшкину. Говорит, надо срочно что-то с этим делать. Взять мы ее не можем. В большинстве случаев попадает только она. Причем много нельмы не только в Печоре. Архангельская область инициировала изучение популяции этого вида еще в прошлом году. Рыбаки Северной Двины находятся точно в таких же условиях, как и наши. Правда, специалисты из Республики Коми считают совершенно иначе. По данным Института биологии соседнего региона, этот вид надо защищать и дальше. Но здесь важно отметить, исключение из Красной книги совсем не говорит о том, что нельму будет разрешено добывать. Это не значит, что ее отдадут на квоту. То есть у нас сразу спрашивают, когда она будет выделена, квота на нельму. Нет, здесь заблуждения не должно быть. Она выводится из Красной книги, но не для того, чтобы ее отдать на лов. А вначале, чтобы была декриминализация статьи. То есть, чтобы не было уголовной статьи, чтобы не было такого, чтобы у нас жители попадали под уголовно наказуемые деяния. Группа ученых приступит к работе на Печоре уже в июле этого года. Затраты на исследование нельмы взяла на себя администрация округа. Разрешение на опыты специалисты Полярного института получили в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Парк отделения скорой медицинской помощи Ненинской окружной больницы пополнил новый автомобиль. Он будет использоваться для транспортировки медицинских бригад и пациентов, прибывших в Наринмар рейсами санитарной авиации. Транспортное средство прошло процедуру регистрации. И с сегодняшнего дня будет находиться на дежурстве. Новый автомобиль позволит своевременно доставлять больных и пострадавших от борта воздушного судна для оказания медицинской помощи в условиях Ненинской окружной больницы. Участвовать в медицинской эвакуации пациентов в лечебные учреждения других регионов, пояснили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа. Средства на покупку автомобиля, более 1 миллиона рублей, выделены из бюджета Ненинского округа. С начала текущего года внутри региона совершено 20 вылетов санавиации, эвакуировано 29 человек, трое из них – дети. За пределы округа для продолжения лечения направлено 17 человек. С начала года получателями президентской выплаты на первенца в Ненинском округе стали 15 семей. Напомню, федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого и второго ребенка президент России Владимир Путин подписал в конце декабря. Выплату на первенца, рожденного в 2018 году, назначают региональные органы социальной защиты населения в рамках федерального финансирования. В Ненинском округе эта поддержка при рождении детей является одной из самых высоких в стране и составляет 21 973 рубля. По предварительным оценкам, в 2018 году на выплату на первенца могут подать заявление порядка 160 человек. На эти цели из федеральной казны Ненинского округа предусмотрено более 15 миллионов рублей. На сегодня у нас в округе родилось 37 первых детей, 15 из которых выплату уже получают, она назначена и выплачивается. У 16 семей доходы превышают необходимый уровень, который установлен федеральным законом. И остальные еще оформляют свидетельство по рождению на той неделе родились детки. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг мои документы. Обратиться в отделение социальной защиты населения необходимо не позднее, чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Завершается прием заявлений на оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. До 31 марта включительно отделение социальной защиты населения принимает документы на предоставление бесплатной путевки в лагерь на Черное море для детей в возрасте от 7 до 16 лет. На путевке за счет округа с целью оздоровления имеют право семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Для подачи заявления осталась всего одна неделя. Этой мерой соцподдержки могут воспользоваться семьи, чей доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе на душу населения 20 622 рубля. Также за счет окружной казны два раза в год на оздоровление могут поехать дети из семей, пострадавших в пожаре или наводнении. Ребята из приемных и опекунских семей направляются на отдых ежегодно, независимо от доходов приемных родителей. В этом году дети отдохнут в оздоровительных лагерях на побережье Черного моря. Как сообщает отделение социальной защиты населения, выезд запланирован традиционно на третью декаду июня и вторую декаду июля. По предварительным оценкам специалистов, Ненецкий округ направит на отдых порядка 220 человек. В настоящее время за путевкой обратились 73 семьи. Подробную информацию можно получить по телефону 420-43 или 420-46. Посетители лыжероллерной трассы смогут брать лыжи в прокат. На средства недропользователей будут приобретены лыжный инвентарь для спортивной школы труд и запчасти Кротраку – снегоуплотнительной машины, которая готовит трассу для спортсменов. Общий объем расходов составит порядка 3 миллионов 295 тысяч рублей. Средства на эти цели выделила компания «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией округа. О планах открыть пункт выдачи лыжного инвентаря руководитель спортивной школы труд Алексей Гербов рассказал главе региона в январе этого года. Во время экскурсии по лыжероллерной трассе был озвучен ряд проблем. Среди прочих – необходимость ремонта ретрака. Ретрак покупался 9 лет назад на средства компанию «Лукойл» и с тех пор это эксплуатируется. Периодически, конечно, ломается, так как требуется, в любой технике нужно вкладывать деньги в ее ремонт и достойное содержание. Техника очень дорогая, понимаете. Дорогие запчасти, но тем не менее, это нужно делать. Сейчас ремонт, тот необходимый, который мы запланировали, это более 2 миллионов рублей. Средства на приобретение лыжного инвентаря и оригинальных запчастей «Кротраку» будут выделены компанией «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией округа. Об этом шла речь накануне, в ходе заседания администрации региона. Второй проект обусловлен передачей в окружную полномочия лыжа-рулерной трассы для ее обеспечения бесперебойного действия и предоставления большего комфорта жителям. Предлагается выделить денежные средства на ремонт аэротрака, который используется для подготовки и содержания трассы. И также предлагается выделить денежные средства на закупку оборудования для предоставления услуг по катанию на лыжах, а именно полного комплекта лыж, ботинок, палок для жителей округа. Которые будут предоставляться в прокат всем жителям округа. Председатель окружного собрания Анатолий Мяндин в свою очередь поинтересовался, где сейчас лыжный инвентарь, который раньше выдавали в пункте проката. Там лыжи были в свое время. И куда они исчезли, вот этот вопрос. Дело в том, что когда передали городу, там был большой комплект этих лыж, которые люди получали и могли кататься. И когда это все вернули обратно в окружную собственность, почему-то лыж не оказалось. Ответ на этот вопрос был озвучен уже на расширенном совещании при главе региона, которое состоялось сразу после заседания администрации. Сейчас мне сообщили. 53 пары было передано 15 июня 2017 года, Илья Игоревич. Подпись имеется у Анастасии Владимировны и моя стоит. Я уже дал получение. Да, 53 пары куда-то надо найти. Руководитель департамента образования, культуры и спорта Ниньевского округа Илья Иванкин обещал разобраться в этом вопросе. Ирина Нижалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Волейбол в школу. Муниципальный региональный этап по волейболу среди команд учащихся образовательных организаций завершился во дворце спорта «Норд». Ежегодные мероприятия проводятся в рамках общероссийского проекта. В этом году организаторы игры отмечают, что участие в соревнованиях принимает рекордное количество участников. Более 270 человек. Четыре дня с понедельника по четверг за звание лучшей волейбольной команды округа боролись 27 команд, 9 из них сельские. В этом году на соревнования приехали спортсмены из сел Ома, Великовисочная, Тельвиска, Нижняя Пеша, Оксина, поселков Индига, Каратайка, Харута, Амдерма и Красная. По итогам игры на первом месте в старшей возрастной группе среди юношей команда Ниньевской школы-интернат имени Пырерки. На втором юноша из Харуты, а на третьем учащийся из Нижней Пеши. У девушек лидером турнира стала команда школы номер 5, на втором волейболистки из школы номер 3 и замыкая тройку команда школы номер 1. В нашей возрастной группе у мальчиков на первом месте команда школы номер 3, на втором Тельвиска, а на третьем школа номер 2. У девочек самой сильной также признана команда школы номер 3, за ней следуют волейболистки из четвертой школы и на третьем месте команда пятой школы. Лучшие игроки и победители турнира отмечены грамотами и кубками. По итогам чемпионата команды, лидеры и в младшей возрастной группе среди девушек и юношей, а это волейболисты школы номер 3, примут участие во всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч», которое состоится в городе Петрозаводске с 23 по 27 апреля. Село Коткино на несколько дней станет центром притяжения спортсменов со всего округа. 24 марта на территории муниципального образования стартует межмуниципальная сельская спартакиада. Она пройдет в 11 раз. О том, как село готовится ко встрече гостей и одному из главных спортивных событий в жизни Заполярного района, в телефонном интервью нам рассказал голова Коткинского сельсовета Николай Коткин. В этом году в межмуниципальной сельской спартакиаде примут участие 10 команд. Ожидается, что спортивный праздник объединит свыше 140 участников. По традиции гостеприимные каткинчане разместят спортсменов в своих домах. По доброй традиции все участники размещаются у нас в частном секторе. Каткинчане гостеприимно принимают. Многие уже останавливаются не первый раз, друг друга знают, едут как к себе домой. Поэтому все 10 команд будут размещены у жителей села Коткино. В программе спартакиады основные виды спорта – волейбол, палеотлон, баскетбол, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, гиревой спорт, армспорт и лыжные гонки. Торжественное открытие соревнований состоится 24 марта в полдень. В этом году для спартакиады погода как по заказу. По крайней мере сегодня в 3-й сентябре тепло, а ветер более чем достаточно. Завтра будет нужная софета, которая улица проходит. Будем надеяться, что погода будет такая же, и мы получим все большое удовольствие и от просмотра, и от участия данного мероприятия. Такова информационная картина к этому часу. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.